и всем привет уважаемые зрители с вами ингур и сегодня мы поговорим про даби даби и про шоу greatest royal rumble то есть такая великая королевская битва которая будет в саудовской арабии 27 апреля в пятницу как бы не по традиции воскресенье да то есть первый раз саудовской арабии у нас будет вот такого шоу и конечно ей там были дофигища всяких интересных матчей поэтому сейчас мы будем их рассматривать я буду как обычно давать вам свои прогнозы да кто победит кто не победит и в общем вот такой у нас плакат пустыр тут у нас еще батиста это видимо фанат дел вряд ли там батиста появится но какой-то такой постер я нашел в общем greatest royal rumble в общем погнали и первый матч это у нас за командные титулы рощей миски цезаро против бревали вайта и это да 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 то есть была такая тема что они вот потеряли титул да и как бы вакантным стал титула паша на расслабление строман выиграла эту тему но потом она дал паш это все для прикола было сделано и типа щей миссисара понятное дело почему они должны бороться за этот титул и вот кто-то еще там были всякие матчи и у нас вот образовался вот такой вот матч так что как бы я не знаю можно дать и победу и ваюту и мы туда и как бы почему бы и нет можно дать и им но уже немножко надоело да тем более как бы есть такой слух что брейб предаст маята и начнется опять между ними фьют такой да поэтому я не знаю дать им мы 50 процентов на 50 потому что это же саудовская арабия там особо как бы вряд ли что-то такое будет меняться шоу у нас поменять какой-то новый чемпион вот тут ада и поняточка а так дадим 50 на 50 честно они поднадоели быть чемпионами они почему бы и нет пошли на расслабление все вот началось что они вместе вот поэтому 50 процентов на 50 и следующий матч это за с титул мэтт харди против джиндер махала тут у нас вообще все интересно получилось то есть на расслабление джиндер выиграл этот титул ортон его профукал потом джиндер перешел на рон и картал матч как бы этот самый махал против как вы думаете кто естественно мэтта харди и мэтт выиграл и потом мэтт у нас перешел на смех дал то есть сделать смех нам чуть-чуть получше я это сразу почувствовал что они вот что хотят и как вы знаете что харди бойцы они такие простые ребята сейчас они будьте проигрывать поэтому как бы тут сразу же победит мэтт харди сто процентов джиндер обойдется тем более будет еще фитмена мэтт и ортон паша вот такая вот у нас тема идет что как бы не замуж потом будет вообще там в одном матче за этот титул пять человек в общем здесь победит с вероятностью 90 процентов на 10 потому что а зачем джиндеру этот титул тем более если он заберет на ра он потому что на ра уже на ра будет у нас айси титул и есть титул поэтому не круто нелогично поэтому здесь понятно мэтт выиграет и мы переходим дальше ух и мощный матч нас ждет на грейте строю рамбл за титул юниверсал и в стальной клетке у нас и это брак лесна с юниверсал чемпион версия с роман рейнс эта история у нас уже долго идет леснар против романа разума не 31 как бы роман не смог победить леснар потому что сэв удачно за кэшел титул точнее титул и бривкейс и титул выиграл а раз он эти 4 показала опять такую тему что роман рейнс не смог выиграть леснар а вот и как бы опять вот такой матч на второй рамбл и как бы тут что можно говорить сразу же что леснар защитить свой титул и просто как еще по слухам идет что он подписал новый контракт и специальный другой совсем и само собой то сам расслабая этот титул она она продержит и на сам расслабая не знаю кто то может лишь ли даже выиграть этот титул а роман будет сторонке смотреть на это все дело поэтому здесь выиграет и дать его так 70 процентов роман леснар и 30 процентов роману дадим пошатон он же говорит что я смогу поэтому дадим ему 30 процентов а так здесь победит леснар опять у нас за главный титул только за главный титул смек даун в феноменал эй чей стаялся против чейнская накамура он у нас получается как сил на расслабление он не выиграл этот титул и сначала было все типа хорошо а потом бац сделаем крутой прием так скажем да и видимо стал хиллом и вот такая тема нас получается но что можно сказать я сомневаюсь что здесь чинский победит этот титул и думаю кто-то другой в будущем получите или как-то по-другому чинский выиграет поэтому долго мы не будем говорить по поводу этого матча я сразу же скажу что восемь процентов шанса у эй джей и 20 процентов мужчинский дадим так я думаю и защитить этот титул и так опять у нас матч за титул то есть у нас вот на этом шоу просто одни матчи и так сказать за титулы королевская битва и еще кое-какая тема даже две значит за командный титул и смекдаун люк харп эрик ровен против усус ну и что тут можно сказать здесь сразу же защитят люк и ровен потому что как бы они на расслабление выиграли и как бы они такая мощная команда и в принципе почему бы им не дать этот титул подольше подержать а вот а усус они уже много раз были чемпионами новый день тоже поэтому здесь 90 процентов что блатинь бразерс выигрывают и 10 процентов что усус итак у нас очередной матч за титул только за айси титул тут у нас без баллор финн сэйф и самого чего вот такой вот интересный матч и плюс еще какие-то слухи шли что лэшли будут участвовать но это все как слухи но в общем как вы видите что чемпион у нас сэйф да и я даже не знаю мисс точно не выиграет этот титул потому что у него уже много раз был поэтому он обойдется с самого тоже вряд ли выиграть потому что у него фьюд на байк лэч с роман рейн сама там без титула поэтому он не выиграет и вот тут такая тема сэф или финн финн или сэф я думаю что сэф защитить этот титул и думаю здесь даже все чемпионы защитят свои титулы потому что зачем менять на такую на таком шоу вот поэтому мы дадим мизу 0 шансов самого дадим просто 10 финну дадим 20 а сэфу 70 процентов вероятности так что идем мы к королевской битве и там у нас будет участвовать не по традиции 30 человек аж 50 человек я тоже не представляю как 7 месяца на одном ринге или он будет побольше а может даже в месяц я даже не знаю ну и как кто-то может победить точно всех там я не знаю кто там будет участвовать но может быть алаэс выиграть я думаю может и пик шоу может быть дэнио дэнио брайан потому что он вернулся наконец-таки почему бы не дать ему здесь победу может также и браун шоуман выиграть почему бы и нет может какой-нибудь пик с будет здесь участвовать и тоже выиграет хотя ему здесь не вижу смысла выиграть вот поэтому не за может даже шоу он выиграет почему бы и нет но крис череку как бы тоже смысл выдавать победу и может и чего то еще не замуж не я буду сюрпризы вот поэтому не сложно сказать как бы победитель будет один но я думаю может шоу ман выиграть итак предпоследний матч чат сына против 3 пола еще давно был такой матч у нас очень давно когда еще раз не смотрел и там у нас три пола честно сколько помню выиграл здесь я думаю сильно выиграть потому что зачем три пола еще давать победу как бы ему это особо не надо он на рассол на не поучаствует ему в принципе там хватает если выиграть выиграть проиграть так проиграть а вот поэтому здесь сена выиграет и я думаю дадим мы восемь процентов шансов что сена выиграет и 20 процентов три пола и и предпоследний матч это у нас за титул легковесов сэндрик александр против насколько помню мустафа али или может против кого-то еще точно не знаю там не знаю может сэндрик и защитить титул поэтому переходим к последнему матч вот он матч джерико скорее всего тут у нас была такая тема андритейкер против русского андритейкер против крис джерику потом его и опять у нас и это будет сто процентов и андритейкер в руси да то есть финансы в руси с руси ртн да в кэске и это обалденный матч будет как бы андритейкер уже будет второй раз участвовать в этом году прорывчик потому что у него был большой перерыв то есть считайте почти год он отдыхал то есть на рассол на ней тридцать эти выступил потом на тридцать четвертый год плюс минус вот но не знаю тут скорее всего андритейкер должен победить и не смысл давать победу здесь русову тем более в таком матче как бы его просто пукать будут что он выиграл даже вы будет например некоторые довольны что о русов победила но с другой стороны будут и недовольны зрители поэтому я думаю что андритейкер выиграет шансов у андритейкера 90 у русова 10 плюс андритейкер в хорошей форме как мы заметили и я думаю он тут поучаствует подольше и мы увидим хороший матч так что как-то вот так ну и давайте подведем итог в общем грейте строя рампл не зря так называется потому что есть такие матчи мощные одни титулы только так вы заметили что ни одного женского матча да как бы у них такие свои законы в этой саудовской арабии вроде бы что не могут они выступать или как-то там что-то что-то не будем вникать в общем не будет их это может быть плюс как бы настоящий мужской так скажем да надеюсь он будет обалденным потому что остался четыре дня не забудли сюрпризы или нет и как бы вы мы видим на этом постере этого батисту вряд ли он будет это просто фанат сделал хотя может и появится на самом роял рампа кто его знает но в общем вот у нас такие прогнозы мнения не знаю как и у вас напишите в комментариях и мы будем ждать пятницы и посмотрим прав ли я прав кто-то еще правы ли вы и все так что я буду заканчивать спасибо за просмотр не забудьте подписаться на канал ингар плейте пальцы комментируйте рассказывать я вообще может нас все лучше так что я пойду всем спасибо всем удачи и всем пока